Здравствуйте, дорогие друзья, и мы продолжаем с вами прохождение Firewatch. Что это? Я отправил отчёт, в котором говорится, что мы не видели, не говорили с девушками теми, что пропали пару недель назад. О, ш... 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 Мои мысли. Наши радио прослушивались. И сейчас у кого-то, вероятность, есть полная запись наших разговоров. И я отправил отчёт в контору. Грубая ложь. Эти девушки всё ещё не объявились. Угу. Фак, Делайла. Фак, действительно. Мы действительно нужно докопаться до правды. Сейчас докопаемся, блин. Малдер отдыхает. Так, мы же правильно идём с вами, да? Да вроде да. Так. Теперь мне... А теперь куда мне? А, всё-всё, я думаю, мы пришли, мы пришли. Пошлите к этому сраному. Калитки какие-то сраные. Я сношу калитку, здесь никого нет, и это самый быстрый путь внутрь. Так, следует звук. Прыгаем. Так. Здесь ничего нет. Там тоже ничего нет. Опа. Эй, эй, эй. Ну чё ты сделаешь? Так, давайте скриншотик сделаем, если чё не засталось. И сфоткаем. Так, я на территории центра, тут никого нет. Счастью для нас. Так, счастью для нас. Да, здесь серьёзные радиооборудования, беспроводные штуки. Что ты имеешь в виду? Я говорю об огромной 6-метровой радио-вышке, вероятно, они могут прослушивать всё, что захотят. Они расположили на этой низине из-за того, из-за чего ни одна вышка не может их заметить. Скоты. Ох ты, ещё одна вышка. Так, там... Там, по-моему... Это что там такое? Давайте-ка глянь. Ага, тут ничего. Значит, спускаемся ниже. Офигеть! Офигеть! Вот это вот пойдёт, наверное, на заставочку. И сфоткаем мы. Здесь куча всякой техники и пробного дерьма. Например, тарелки и штуки на металлических ножках. Тут повсюду раскиданы провода. Не знаю, я не очень в этой теме технологий. Это точно не оборудование из магазина бытовой техники. Ух ты. Ещё они что-то делают с землёй, она здесь вся расчерчена. Кто знает, что у них на уме. Так. Ну-ка улики на всякий случай. Так. Я у них в главной палатке. Что там? Это определённо своего рода станция мониторинга. Кажется, я нашёл штуку, с помощью которой они следили за... Ты знаешь, что ты ругаешься много? Не сейчас, Хэнк. В общем, это волновой приёмник. Похоже, он ловит всё, что испускает сигнал. У него есть базовая возможность ориентироваться. Так. О, чё-то поймал. Да, конечно. Так, тихо. Так, так. Эта штука совсем поехала, пищит как бешеная. На что она реагирует? Не знаю, но скоро выясни. Я нашёл главный стол для мониторинга. Ты должен уйти до их возвращения. Здесь коробка с ручками. У неё иголка вроде той, что измеряет землетрясение. То есть, как у доктора-детектора лжи? Я не буду ждать, пока меня к ней подцепят. Так. Окей, чёрт. Я нашёл карту, которая подтверждает, что они следят за моими, нашими людскими передвижениями. На карте отмечены самые разные маршруты и места. Здесь линии, которые похожи на мой обычный маршрут. Я не абсолютно уверен, но думаю, что да. На барометр, что ли, пищишь? Что они измеряют ещё? И атмосферное давление? Для чего? Может, это просто отвлекающий манёвр? Беспорядок. Я думаю, что эта штука реагирует на что-то, и тут фигни на столе. А-а-а. Ага. Ага, вот. Опа, все наши разговоры. Офигеть. Да вы издеваетесь. Что такое? Здесь целая папка отчётов. Что они говорят? Это оценки, они оценивают нас двоих. Тут перечислены вещи из моей жизни. Как что? Вещи, которые я тебе не говорил, это... Что там говорится про меня? Ты сказал, что там есть про меня, и похоже, что они проходили... А, ходили за мной, что я делал, пока... Генри, ты меня слышишь? Тут сказано, что ты и твой парень. Блин, они играют с нами. Они играют с нами. Мне достало, что эти люди с нами так поступают. Мы должны просто сжечь это место. Попробуй. Может, именно это они этого хотят. Что ты имеешь в виду? Может, они пытаются довести нас до такого состояния, что мы сделаем что-то безумное. Трава здесь невероятно сухая, вспыхнет за секунды. Да, ты прав. Я просто считаю, что не нужно делать того, чего потом будешь... А что, чего потом не забудешь исправить. Ну, может, это и не лучшая идея. Это определённо не лучшая идея. Офигеть, как извинчено! Всё в порядке. Я просто вернусь назад. У нас есть приёмник, и мы можем подумать, что делать дальше. Так, ладно, валим назад. Пипец, вот это они закрутили. Самое весёлое начинается, да? Хорошо. Маньяки, блин. Чё, вы подопытный кролик, что ли, блин? Найду топором, отрежу ваши достоинства. Опа. Ох, ёп! Прыгай быстрей! Делайл, от центра идёт дым. Я оттуда выбрался, но мост обвалился. Что случилось? Что случилось? Это не самая лучшая идея. Это был не я! Что нам делать? Блин. Мы просто сообщим о нём, как о любом другом пожаре. А что насчёт того, кто его начал? Что с ним? Мы говорим о людях, которые за нами следили, а теперь сжигают целый лес и всё, что в нём есть. Я не знаю, что с этим делать. Кроме как свалить отсюда. Да, вывези нас отсюда. Попробую. Ну пипец. Начинается. Пожар кренделя. Ух ты. Приёмник что-то поймал. Вроде сигнал. Он делает бип-бип? Ага, может быть. Я не знаю. Ты должен выяснить. Хорошо, я уже в пути. Так. Прямо. Ты пьяна? Нет. Я в процессе распития. Отличный план. Я в этом хороша. Я подумал, я могу не спать всю ночь и беспокоиться о том, что потеряю работу из-за пожара в центре, или я могу... Так, чё-то я, по-моему, не туда пошёл. Моя дума, я буду спать всю ночь и беспокоиться о том, что потеряю работу из-за пожара в центре, или я могу... Ай-яй-яй-яй. Я просто оставлю себя с твоими мыслями. Так, по-моему, я на правильном пути, да? Так, пикай чаще, 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 чаще. Так, сюда. Так. Оба-на. Изучить. Вау! Подстава! Валим! Ноги, 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 ноги! Песец. Валим. Так, а чё делать-то теперь? А, изучить рюкзак на пропали. Надо быстрее изучить и свалить. А-а-а, я знаю, чё это... Это ключ, скорее всего, от того этого. Ди, я нашёл какую-то сумку с припасами. Лёгкое снаряжение, одежда, базовый набор. На ней получат сигнализацию. Думаю, из-за неё приёмник так бесился. Ты в порядке? Это была не ловушка? Да, я в порядке, но здесь связка ключей. Не знаю, почему они здесь спрятаны. Но на них написано «Национальный лес в Шошоннице», в фещере 452. Это та, что в ущелье? Да, верно. Так, откуда пройдёшься? Так, нам надо... Говорит женщина с пол-литром текилы в животе. Может, они запаниковали и готовились бежать, пожар их напугал, и с новыми рациями у нас было преимущество. Тяжело говорить с преимуществом, когда ты стоишь в темноте посреди леса. Ну, ты вернулся к себе на вышку, может, тебе тоже стоит выпить? Как это я не верну? Я не у своей вышки. Я смотрю на человека в твоей вышке, и это не ты? Я иду. Беги, Йорик. Так. Мне кажется, сюда. Да, вот вышка. Сейчас опять-нибудь сзади подбежит, ударит. Чё происходит, блин, а? Там шарится. Так, топор бери. А тут нет никто. Я никого тут не вижу. Он только что был там. Опа. Оставил кассетный плеер на моей двери. Даже не знаю, что на это сказать. Ну, посмотрим, что на ней. Меня достало, что эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Это кассета с записью нашего разговора в центре. Судя по звуку, их записывали рядом. О, Господи. Ага. И звучит так, будто мы его спалили. Это была твоя идея. Нет. Мы в жопе. Не паникуй, ладно? Не паникуй. Тебе откуда я знаю, что творится? Блин, я сам... В панике. Чё-то происходит. Меня доставили, эти люди так с нами поступают. Мы должны просто сжечь это место. Трава здесь невероятно сухая. Так с нами поступают. Меня сейчас вырвет. Всё будет в порядке. Мы не сделали ничего плохого. Сегодня рану утром кто-то вызвал вышку с другом сеток, который представился Генри из двух троп и сказал, что мне известна причина пожара на лугу. Офигеть. Так что я только что закончил разговор с тем дозорным, который теперь гадает, известно ли мне что-то или продал... А поджигатель... И не поджигатель ли я? Более того, я уверен, что у тебя не единственная запись с вчерашней ночью. Так что у кого-то есть доказательства, чтобы подкрепить эту всю эру. Нам нужно выяснить, что они прячутся в той пещере. Пошли. У нас осталось не так много времени. Если мы не найдём ответов на чёртовый вопрос, у нас будет эвакуироваться на ручниках. Нам просто нужно держаться вместе, рассказывать одну и ту же историю с первого дня. Про тех девчонок, про человека, который проверял наш разговор, про всё. Нам нужно быть честными и последовательными. Так, я всё правильно, кажется, еду. Где тут туалет? Туалет, туалет, туалет. Не там, туалет вон там. Так, вон туалет, значит, мне туда. Вот так, правильно же, да? Так, правильно. Сейчас посмотрим, что там в пещере. Так, да выкинь ты этот... пещалку свою. Ты ведь не вызвала другую вышку, так? Мне это не дает покоя. Я представил, в какой заднице я бы оказалась, если бы ты мне врал. Конечно, нет, я никогда в жизни. Они просто пытаются настроить нас друг против друга. Да, ты прав. Но это не произойдёт. Спасибо, Генри. Ну, какие козлы, а? Типа ещё один эксперимент, что ли? Так, я надеюсь, ты ключ с собой возьмёшь. Так, взял, хорошо. Пошли. Господи, это большая пещера. Так, а это чё такое? Трещина какая-то. Просто трещина. Сейчас, походу, тут гризли какой-нибудь будет. По-любому, 100%. Здесь холодно. Ну, блин, терпи. О. Есть кто-нибудь есть? Ботинок, слушайте. Ещё кого-нибудь найдём, походу. Не понял. Чё-то я не совсем понял. Сейчас, подождите-ка. А, мне надо... Да, всё правильно. Эй, ты там? Да, что такое? Что ты нашёл? Пока ничего, потому что кто-то пытался меня запереть. Ты видел кого-нибудь? Нет, кто-то захлопнул за мной дверь в ворота и убежал. Я нашёл другой выход, но если бы не нашёл. То есть, ты ничего не нашёл? Нет, там есть место, где кто-то вбивал, но сейчас его там нет. У меня нет никакого снаряжения для скалолазания. У меня только мои верёвки. Я пойду обратно по двум тропам и проищу что-нибудь, можно использовать в качестве крыльтруха. Звучит совсем не опасно. Делайва, я только что нашёл выход породы, которую кто-то использовал в качестве маленького... Я думаю, был бы... Да, он построил себе настоящий замок. Чё тут такое? Динозаврик? И он был занят декорированием. Брайан работал под школьным проектом по физике про отражение радиоволна. Бедняк забыл. Он довольно умный был. Брайан работал под школьным проектом по физике про отражение радиоволна. Годи, ты считаешь меня болваном? Не считал, но если подумать... Я вообще-то много всего знаю. О, прошу, не утопи меня в своём океане знаний. Все эти годы я ждала человека такой мудрости, который бы устроился на эту работу. Но так больше ждать не нужно, дорогуша. Ещё раз назовешь мне дорогушей, и тебе придётся напрягать свой большой сексуальный мозг, чтобы написать заявление об уходе. Ты чё там взъелась, блин? Помнишь, я нашёл рюкзак? На второй день твоего пребывания здесь? Да. Я нашёл план о его возвращении, составленном Брайаном. Немного странно, но он оставил здесь столько своих вещей. Ну, может, они торопились, куда уезжали, когда я говорил, что здесь не должно было быть. Да. Их чуть не засекли. Брайан любил выходить перилом вышки и махать самолётами, которые заваливали водой пожар. Мне позволили и сказали... Мне позвонили и сказали, что кто-то видел ребёнка в двух тропах. Я соврала и сказала, что это Нед. Нет, то, что... Ну, что такое? Брайан украл снаряжение своего отца для альпинизма. Повезло. Да. Думаю, он собирался спрятать их в ящике для припасов, и так этого не сделал. Он оставил рейнджеру записку с просьбой найти их и отправить ему в небраску. Потому что он ненавидел скалолазание? Да, похоже, Нед заставлял его. И проще всего было бы притвориться, что он потерял снаряжение. Надеюсь, это сработало. Какая сволочь. Да, блин, это одна из вещей, за которые меня бы взгрели с детства. Я не думаю, что с 3 на нет... Так. Очень хочется, чтобы высшие силы не спасали нам такие достойные рации. А, ну это мы читали. Так. Записка Дейла. Там разбиты старые игрушки, что вроде электронной игры. Я люблю Понг. Все любят Понг. Да, у Брэйна там было все, что он любил. Да тут злостная контрабанда. Нашел его пенал. Я нашел, кажется, лист персонажа Гладиуса Сильвы. Полуэльфа. Класс брони 7. Классики волшебники. О, отлично, вот как раз. Пригодятся крючки эти сейчас. Так. А здесь схема любительского радиоприемника. Похоже, Брэйн над ним работал. Да, это была единственная вещь, которой Нед с ним занимался. Ковырялся в таких штуках. Есть тут еще открытка Брэйна, адресована мне, кажется, соседу. Я с папой в Лэдере, Вайоминг. Тут довольно клево. Папа рыбачил в месте под названием Ущелье Синкс. Большая часть Вайоминга похожа на Небраску, только тут горы и леса. Простите, что не могу стричь ваш газон этим летом, но надеюсь, что вы нашли вместо меня хорошего человека. Можете написать мне в ответ и сказать папе, когда у меня начинается занятие в школе. А то я не уверен, что он знает. Написано, что он со своим отцом, и ему жаль, что он не может косить его газон на фонет. Боже. Еще же он волнует, что его отец не знает, когда началось занятие в школе. Да, это меня не удивляет. Нед не производил впечатлений внимательного отца. Это не так, что он говорит, папа. Тут свалена куча камней, и он построил стены и закрепления. Очень мило. Ну, знаешь, может, он сделал это, потому что боялся их. Когда я думаю о том, что Брайану возможно, пришлось через это пройти, меня начинает тошнить. Да, извини. Тфак какой-то еще. Так, а мы назад тем же путем сможем вернуться, интересно? В пещеру. Так, что-то я запутался, где мы. А, мы вот здесь вообще, да? Давайте попробуем. Так, нам... А, нет, не смогу. Понятно. Так, ну пойдем сюда опять с той стороны выходим здесь. Так. Ага. Да, веревка у тебя километра, блин. Как ты думаешь, что там? Я не знаю, что думаешь. Скорее всего, что что-то меня убьет, поэтому я сейчас налаживаю свои отношения с Богом или кем. Кто там еще есть? Генри. Они закрыли дверь, а могли бы просто проломить тебе голову камнем или разрубить. И сейчас серьезно, если что-то хрень? Топором. Господи, ты уверен, что хочешь сюда вернуться? Я... Я просто честно хочу знать. Я хочу знать, ради чего все это с нами делают. Так, стоп. Куда я иду вообще? Так, все правильно. Да, и кстати... Девочек тех нашли, похоже, их никто не убивал. Они взяли трактор с какого-то фермера, чтобы прокатиться, и оказались в тюрьме. Придурки, блин. Интересно, знают ли они что-нибудь? Можно ли их как-то спросить, как случилось с их лагерем? Я думаю, будет мудро не будить спящую. Наверное, ты права. Давайте спустимся, посмотрим, что там внутри. Так, идем. Бежим, 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 бежим. Как-то в пещере не особо... Ну, чё ты не бежишь-то? Опять прыжочек. Так, здесь ничего нет? Ничего нет. И куда нам... Ага, вот туда. Опа! Это значит, ботинок тут мы этого чувака видели? А, блин, точно. Понятно. Брайан Гудвин. Ты упал. Себя снаряжение подвело. Бедный ты, чертов мальчишка. Печально-печально. Ну, в принципе, а чё нафиг лазить вот по этим пещерам? Вот. Сами заходят, лазят, то их жрут, блин. Всякие вампиры, то еще что-то, блин. Ножоп, приключения ищут. И всё, и чё, и мы вот так вот поспокойненько выберемся, ничего такого не будет. Никакого адреналинчика, что ли? Я надеялся, какого-нибудь гризли тут встретить. Капец, камни такие, как будто их специально тут положили. Таки ровненько высечены. О, мы кружочек сделали, понятно. Так, и тогда нам надо на вышку туда идти. Сюда же вроде, да? Наконец-то, я вся извелась. Слушай, мне очень жаль, Делайла. Мне очень жаль. Прости, Делайла, я очень известно. Чего тебе жаль? Ты меня пугаешь. Он там. Что ты говоришь, Генри? Единственное, что было в той пещере, это Брайан. Он мёртв. Его тело в той пещере, Делайла. Ты что, издеваешься надо мной? Как? Сорвался, я думаю, или это... обыграли? Я думаю, это был несчастный случай. Он исследовал пещеру и верю в кодела. Кто-то меня запер, скорее всего. Он был бы жив, если бы я не скрывал, что он здесь. Не знаю, где бы он был, но я уверяю, что он не гнил бы на дне пещеры. Больше, больше, больше сказать нечего. Иди обратно. Мы завтра всё равно уезжаем. Я думаю, что мы уезжаем сегодня. Школьная папка. Ну что ж, дорогие друзья, давайте закончим на этом. И продолжим в следующей серии. Всем большое спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.